Так, примете вашей. Примете, пожалуйста. Сторож не стала рисковать и нажала на тревожную кнопку. Этого требует регламент. Безопасность в школах сейчас в приоритете. К счастью, угроза миновала. Подозрительный мужчина ушел с территории учебного заведения. В среднем время подъезда составляет до пяти минут. У нас экипажи патрулируют по городу. То есть сработку получает самый ближайший экипаж. Согласно с локацией. Все срабатывания тревожных кнопок и сигнализации приходят на центральный пульт вневедомственной охраны Росгвардии. Под их контролем находятся более трех тысяч объектов в Нижнекамске и в районе. На пульт централизованной охраны за сутки приходят примерно 25 сработок с квартир и объектов. За 60-летнюю историю вневедомственной охраны технологии сильно ушли вперед и позволяют сегодня поддерживать порядок небольшими силами. Нижнекамская служба появилась в 1966 году с присвоением поселку статуса города. Из небольшого подразделения полиции, став сегодня большим отделом в структуре Росгвардии. Десятки выездов. Причем туда входят не только выезды на срабатывание сигнализации сохраняемых объектов квартир. Сюда также входит и отработка сообщений по каналам 02, которые к нам также поступают. Это то есть наша служба, основные здесь два направления, которые чаще всего, скажем, применяются в работе. Это охрана объектов и квартир по заключенным договорам и охрана общественного порядка. Табильное оружие, к счастью, к счастью большому, применять часто не приходится, но вот именно непосредственно уже физическую силу иные специальные средства достаточно часто. 29 октября день образования в неведомственной охране. Важность этого дела сложно переоценить. Сотрудники круглые сутки на посту и готовы к любой ситуации, будь то шумные соседи или вооруженные ограбления.